Хей, йоу, всем привет, меня зовут Корней Сгибнев, вы на канале Спагетти 3D, и в сегодняшнем видео я хочу несколько дополнить свое предыдущее видео, в котором я начал немного рассказывать о том, как же создаются 3D модели, но это было такое небольшое интро, скажем так, я в это не стал углубляться, и вот я подумал, почему бы не дополнить тот предыдущий ролик этим видео. Так что, вот оно, вышло, пожалуйста, оценивайте. Но прежде чем начать заранее, хочется извиниться за то, что мне не удалось записать полностью весь процесс моделирования самой модели, да, немножко от автологии, но вот, потому что в определенный момент мне приспичило отойти, и когда я вернулся, я забыл включить запись, так что смоделировал, но на видео не полностью это показано, извиняюсь. Все остальные процессы будут представлены в этом видео, так что не беспокойтесь и продолжайте смотреть. Благодарю за понимание, начинаем. Итак, в своем предыдущем ролике я начал рассказывать о том, как же создаются 3D модели для видеоигр, но по сути никак это не подтвердил, ну то есть визуально. Так как в том видео был представлен таймлэпс лишь создание скульпта и по сути текстурирование модели, и многие задались вопросом, что и это все? А где все остальные процессы? Где собственно моделирование? Или же ее вир-развертка? А может сетку покажешь? Почему ты ее не показал в видео? Так вот, процесс моделирования уже прошел, все круто, отлично, что дальше? Сейчас вы видите на своих экранах процесс UV-развертки. Это тоже забавная вещь, я очень люблю ее делать, для чего это нужно? Прежде чем начать текстурировать модель, ее надо перенести в 2D пространство, путем создания швов. Они нам позволяют как бы расплющить модель, сделав ее пригодной для наложения текстур. Затем вся эта сплющенная модель располагается на плоскости, которая называется UV-пространство, экспортируется, и в принципе модель уже готова к текстурированию. Но я пошел несколько иным, более длинным путем. На данном этапе моя модель имеет около 3000 полигонов, что очень даже хорошо. Это делает ее пригодной для использования в игровом движке, и позволяет характеризовать как low-poly модель, то есть модель с низким количеством полигонов. Но мне также необходимо иметь high-poly модель, то есть модель с более высокой детализацией. Достичь это достаточно просто. Надо всего лишь умножить количество уже имеющихся деталей в несколько раз, дабы получить более сглаженную модель. И теперь этот нож состоит не из 3000 полигонов, а почти из миллиона. И теперь мы можем спроецировать детали с high-poly на low-poly модель, путем запекания базовых текстур. Они-то нам и окажут большущую, просто огроменную помощь в достижении максимально качественного результата. И вот теперь наконец-то можно перейти к текстурированию. Это, пожалуй, мой самый любимый процесс в создании 3D-моделей. Да, мне очень нравится разукрашивать модели. Придавать им разного рода детали, которые помогают зрителю узнать немного больше об объекте, с которым он взаимодействует. Например, об оружии, которое он подобрал во время побега от маньяка. Ух, немного спойлернул финальную задумку с этим ножом. А ничего, он всё равно на превьюшке изображён. Кстати, не забудьте посмотреть финальный рендер в конце видео. Так, о чём это я? Ах да. Я говорил про историю предметов, скрытую в деталях, которыми художники украшают свои текстуры. И это весело. Создавая дополнительные детали, мы дополняем сеттинг финальной сцены уровня, позволяя игроку ещё больше погрузиться в задуманную авторами атмосферу. Изначально, когда я распределял базовый цвет для этого ножа, я всё никак не мог придумать ему применение. То есть, его историю. В каком сеттинге он может использоваться? Мне казалось, что будет круто сделать ему светящееся лазерное лезвие, добавить немного грязи, простенько испачкать его и зарендерить. Но чуть позже мне эта задумка показалась немного сырой, и я решил чуть больше пофантазировать об истории этого ножа. В итоге я сделал классический окровавленный нож с sci-fi элементами. По бокам рукоятки имеются лампочки, а также голубоватые неоновые линии. Честно, я не смог придумать им логического применения, но мне показалось, что смотрится круто. Этот элемент нам показывает, что такого рода ножи могут использоваться в недалёком будущем. Например, секретной организации учёных. Наподобие института из фэллаута. Что-то много у меня материала по фэллауту в последнее время. Стоит задуматься сделать что-нибудь иное. Да. О, а вот тут я добавляю текстурку спагетти. Думаю, что буду добавлять её во все свои последующие модельки. В виде некой пасхалочки. На мой взгляд, круто. Что ж, финальная фаза создания 3D модели это рендер. На данном этапе выставляется свет, выбирается желаемый ракурс камеры, чтобы запечатлеть 3D модель для финальной презентации. А затем добавляется куча постэффектов. Цвета потеплее, цвета похолоднее, виньетка и все дела. И вот вам финальный результат. Ну, в общем-то и всё. Если понравилось это видео, то прошу поставь ему лайк, оставь свой комментарий с пожеланиями, подписывайся на канал и до встречи в следующем видео. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok